Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 года в поселке Луганский завод. Ныне Луганск, высокообразованная семья. Его отец был врачом, лингвистом, а мать пианистка, знала несколько языков, интересовалась литературой. Владимир Иванович получил прекрасное домашнее образование. В 1814 году Даль поступил в Петербургский морской кадетский корпус, окончив его в 1819 году отправился служить на флот. После нескольких лет военной службы Даль, биография которого изменила течение, поступил на медицинский факультет Дербцкого университета, сейчас Тартусский университет. В 1827 году в журнале «Славянин» были опубликованы первые стихотворения Владимира Ивановича. В 1830 году в московском телеграфе напечатали повесть писателя-цыганка. Военная служба и медицинская практика С началом русской и турецкой войны Далю пришлось прервать обучение. Сдав досрочные экзамены, Владимир Иванович отправился на фронт. В ходе войны 1828-1829 годов, а также польской кампании 1831 года, Даль показал себя как талантливый врач. Он участвовал в сражениях, помогал раненым, оперировал в условиях полевых госпиталей. Отмеченный наградами в 1832 году Даль начинает работать в военно-сухопутном госпитале Петербурга в качестве ординатора. Владимир Иванович становится известен как блестящий хирург. Военный период, а также за время медицинской практики писатель Даль создал несколько статей, набросков. В 1832 году были опубликованы русские сказки «Пяток первый». Государственная служба. В 1833 году Даля перевели в Оренбург, назначив на должность чиновника особых поручений при военном губернаторе Петровском. Писатель много путешествовал по Южному Уралу, собирал фольклорные материалы, которые легли в основу его произведений. Важным событием биографии Даля стало знакомство с Александром Пушкиным. Вместе с поэтом Владимир Иванович путешествовал по пугачевским местам. Даль присутствовал при кончине Пушкина, также лечил его после дуэли с Дантесом, участвовал во вскрытии. В 1838 году Владимир Иванович стал членом Петербургской академии наук. В 1841 году Даль возвращается в Петербург, служит секретарем при Петровском, а затем заведующим особой канцелярией при министре внутренних дел. Последние годы и смерть писателя. В 1859 году Даль подал в отставку и поселился в Москве. В 1861-1868 годах была опубликована самая значительная и объемная работа в биографии Владимира Ивановича «Толковый словарь живого великорусского языка», содержащий примерно 200 тысяч слов. Будучи хорошо знакомым со многими профессиями, ремеслами, приметами и поговорками, Даль всезнание поместил в свой труд. В 1862 году вышла вторая знаковая книга этнографа «Пословицы русского народа». Владимир Иванович Даль умер 4 октября 1872 года в Москве. Похоронили писателя на Ваганьковском кладбище. Владимир Даль, лингвист, ученый, всем делом жизни стал словарь. Труд в 200 тысяч слов огромный, потомкам он оставил в дар. В его фамилии вся ши, полей, степных просторов. Казак Луганский, всем нам дорог, он жил, работал и творил. Срастая с русской землею, людей и их язык любил. Всем сердцем, всей душою. Редактор субтитров А.Семкин